Всем большой привет! Это канал Просто Рецепт. Сегодня готовлю очень вкусные постные вареники с картошкой, грибами и жареным луком. Вначале приготовлю для вареников тесто. Для теста мне понадобится вода 250 миллилитров, мука 3 стакана, пол чайной ложки соли, 1 столовая ложка картофельного крахмала и 1 чайная ложка растительного или оливкового масла. В отдельную миску высыпаю крахмал из общего количества воды, которую я взяла 250 миллилитров. Наливаю в крахмал 3 столовые ложки холодной воды. Оставшуюся воду поставлю кипятиться, она должна закипеть. Кипяток наливаю в крахмал и все хорошенько перемешиваю. Теперь этот кисель надо остудить до комнатной температуры. В миску, в которой буду замешивать тесто, насыплю 2 стакана муки, она должна быть просеянная. Положу сюда соль и налью чайную ложку растительного или оливкового масла. Добавлю остывший кисель и все хорошенько перемешаю и начну замешивать тесто. Во время замеса буду добавлять оставшуюся муку. Муки у вас может уйти по-разному 3-4 стакана, может быть два с половиной. Все зависит от вашей муки. В этом рецепте я использую муку первого сорта. Тесто нужно хорошо вымесить. Тесто очень хорошо вымешивается, становится такое прям не липкое, очень приятное. Тесто убираю в пакетик и убираю в холодильник минимум на 2 часа. Очень хорошо, если это тесто постоит ночь или целый день. Для начинки я почистила картофель, порезала, поставлю его сейчас отвариваться. Также взяла одну луковицу, немного зелени, укропа, небольшое количество грибов, шампиньонов. Пока отваривается картофель, я займусь луком и грибами. Лук надо нарезать очень мелко. Обжариваю лук на растительном масле. Лук немножко присолить и слегка поперчить. Пока обжаривается лук, нарежу шампиньоны. Их можно нарезать и крупными кусочками, потому что потом я буду перемалывать блендером. Нарезанные грибы также обжарю на растительном масле. Грибы жарятся на большом огне, чтобы они именно пожарились, а не сварились. Грибы присолить и поперчить. Обжаренные грибы выложу в чашу блендера. Вот так я перемолола грибы. Это не слишком мелко, чтобы остались кусочки грибов. Так как это постные вареники, пюре я буду делать не с молоком, а с картофельным отваром. И понемногу добавлять картофельный отвар. Вместо сливочного масла я добавлю немножечко оливкового. Буквально 1-1,5 столовые ложки. Вот такое пюре получается. Отличное, без комочков. Теперь сюда выкладываю грибы перемолотые, обжаренный лук и добавляю зелень. Вот такая богатая начинка у нас будет для вареников. Это очень вкусно. Начинку я рекомендую немного остудить. Тесто вынула из холодильника. Вот такое оно замечательное, просто восхитительное тесто получается. Поделю его на две части и тонко раскатаю тесто. Вырезать можно стаканом. У меня есть еще вот такая вот форма для лепки специальных вареников. Иди сюда. Когда scientists встречаются где-то, он помогает про那麼bil. Иди сюда тоже приходят потому, что precise грибоги направлены, olvid Twink. Тесто для лепки. 什么 топлива. Тесто для лепки. Стофорд сигнал и Gud заценивку. И вот такой вареник получается. Хочу еще один показать способ простой, липки вареников. Можно их оставить так, будут как ушки, а можно просто их защипить краешки. Вот так защипить краешки. Тоже очень симпатично и очень быстро. Часть вареников убираю в морозилку. Вареники буду отваривать в подсоленной воде. Вода должна обязательно закипеть. Добавила еще лавровые листики. Их необходимо при варке помешивать. После закипания такие вареники варятся 5-7 минут. Вот такие замечательные вареники получаются по этому рецепту. Тесто очень нежное и легкое в работе. А начинка сытная и очень вкусная. Попробуйте, приготовьте их. Порадуйтесь. Пост. Это очень просто и легко. Я с вами прощаюсь. Всем до скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Всех благодарю за просмотр. Всем пока-пока.